Инна Клэр. Американская актриса. Инна Фэгган родилась 15 октября 1893 года в Вашингтоне. В 16 лет дебютировала в театральной постановке «Наша Мисс Гибс». До 1915 года играла в театральных постановках мюзиклов. В том же году получила первую роль в кино, когда ее заметил известный кинопродюсер и режиссер Сесил Демиль. Красота и талант девушки так поразили его, что он пригласил молодую актрису на главную роль в своем фильме «The Wild Goose Chase». Сразу же последовала еще одна картина «Кукольная корона», где Инна сыграла принцессу Алексию. В этот раз режиссером выступил Джордж Мелфорд. После этого мисс Клэр вернулась к театральным представлениям. В 17-м году ее пригласили принять участие в благотворительном фильме «Красного креста» National Red Cross Pageant. В этом же году на Бродвее с большим успехом шла комедия «Поле с прошлым». Через три года Леандер Декардова решила ее экранизировать, и главную роль, как и в театре, сыграла Инна Клэр. Следующее возвращение Инны Клэр в кинематограф тоже было связано с экранизацией театральной постановки еще одной комедии «Ужасная правда». В ней Инна сыграла с Генри Дэниелом. Для актера это была первая роль. В 30-м году начинающий режиссер Джордж Кьюкор пригласил Инну и Фредерика Марча на главные роли в фильм «Королевская семья Бродвее». В следующем году Клэр вместе с Робертом Амесом, Мирной Лой и Хэдой Хоппер снялась в драме «Отскок» Энварда Гриффита. В 1332-м продюсер Голдвин Сэмюэл предложил ей роль в комедии «The Greek's Cat – A World for Them». Там она сыграла Смэдж Эвенс и Джоан Блондал. Через 7 лет Инна снялась в самой известной своей картине «Ниночка». Актриса появилась на экране еще дважды в эпизоде драмы «Я возьму эту женщину», где главные роли исполнили Спенсер Трейси и Хэдди Ламар. И в одной из главных ролей фильма «Клавдия» больше Инна Клэр не снималась. В 25 лет она вышла замуж за сценариста Джеймса Уитекера. Брак продолжался 6 лет. В 1925-м супруги развелись. А в 1929-м муж Инны стал одним из самых популярных актеров того времени – Джон Гилберт. До этого Гилберт был уже дважды женат. Имел ребенка от предыдущего брака и прослался скандальным романом с Городой Гарбо, который чуть не закончился для него третьей свадьбой. Но Гилберт замуж так и не вышел, а Гилберт вовсе не собирался быть одиноким. Сыны они поженились в Лас-Вегасе через две недели после знакомства. Вместе с супругей были 2 года. Через 8 лет Инна вновь вышла замуж. Третьим мужем актриса стала издатель периодической печати Уильям Уоллес. Брак оказался счастливым. Клэр и Уоллес прожили вместе 37 лет. Инна скончалась 21 февраля 1985 года.